Как итог, через неделю у меня на столе документ или распоражение, или протокол поручения. Возьмите все, соберите, стенограмму, все, о чем говорили, все должно быть прописано. Срок 1, 1 января будущего года. Все недостатки, о которых мы здесь говорили, к 1 января должны быть устранены. Посмотрите лично на работу наших вузов. Возьмите 2-3 человека, вы знаете работу вузов, как они должны работать, и по максимуму посмотрите на них. Ну то, что можно посмотреть. Трудно посмотреть, когда ты там каждый день не работаешь. Но ректоров и руководство вузов надо встряхнуть. Не встряхиваются внести предложения по замене. Всех знаешь всех. Это нетерпимо. Все начинается оттуда. Возьмите на контроль. Мне нужен за подписью президента должен быть документ, обязывающий всех. От правительства до ФАПа. По всем аккуратным. Потом согласуйте, привлекайте комиссию эту, которая работала, группа. И сделайте этот документ. Предупреждаю. И генеральному прокурору после подписи на контроль комитету госконтроля. Предупреждаю категорически. Не дай бог до 1 января мне доложат, что вы хоть запятую не выполнили ли после запятой. Пиняйте сами на себя. Везде должны быть подвижки. А то, что должно быть решено, должно быть решено. Пропишите мне пункт по смертности. Подумайте, как это прописать, чтобы это можно было проконтролировано, с них спросить за смертность. Вы понимаете, меня настораживает тенденция. Что говорят люди? Раком болел, умер. Нормально. То есть общество привыкло к тому, что если он рак, у него рак, он должен обязательно завтра помереть. Они уже с этим согласные претензии не предъявляют. Это неправильно. Я был в онкологическом центре. Великие там мне докладывают. И 8 лет, и 10 лет живут. И такой подвиг совершают. И Кораник целый губернатором стал. Специалист светила у нас, онколог. Поэтому должен быть результат и здесь. Общество не должно смириться ни с одним там диагнозом страшным, не страшным. Присаживайтесь. Поэтому подготовьте мне этот документ. Направьте к генеральному прокурору, комитету госконтроля после подписи и руководителю комиссии. Комиссию сохранить, как вы предлагаете, ее работу до конца года. Чтобы в январе месяце из 81 или куда они захотят. Приехали и посмотрели. Наверху румо, я уже нарицательном. Мы умеем делать, много умеем делать. Вот он принес эти слайды и прочее. Это примерно так. Если там где-то что-то подрегулировать. Речь идет вот там. Это же наши люди. И вы что думаете, я вам прошу такое отношение к своим людям? Да никогда в жизни. Им нужна помощь. А мы их убедили в том, что если диагноз рак – смерть. И они с этим согласились. Это чудовищно. Это недопустимо. Каждый человек должен бороться за свою жизнь. Мы это людям должны в голову убивать. И они с нас должны требовать. Но в виде порядка. У тебя срок до конца года. И не дай бог запятая не будет исполнена в том документе, который я подпишу. Который косинец со своей революционностью подготовит. Вместе с Сергеенко. Пеняйте сами на себя. Я вам этого не прошу. Вы понимаете, за деревьями мы этого хмазника не видим. Мы там такое сделаем. Мы высокотехнологичные, малоинвазивные и прочее. У нас свои лекарства. Который косинец прав. Я это знаю. Что в этих 60% собственных комплектующие чужие. Говоря промышленным языком. Сейчас не дискуссии время. Сейчас надо привести. Вот есть ЦРБ. Центральная районная больница. Есть забор. Восстановите забор этой больницы. Если надо. Но они все в нормальном состоянии. Заборы. И начинайте внутри от забора косить. Косите, косите. Столкнулись с главным корпусом. Пошли в главный корпус. Ступеньки, двери, потолки, крыша, покраска и прочее. И прочее. Губернаторы с председателями. Горрайсполком. Все это дошлифовать до идеального состояния. Чтоб было так, как эта президентская больница, где вы лечитесь. И я тоже. Вот чтоб было так. Лечение, протоколы нормативные или правовая какая-то у вас там база. Приводите все в порядок. Это не проблема. Это не проблема сделать за несколько, полтора, два месяца. Но не в этом дело. Начинайте щупать в каждом районе людей. Смотрите, чтобы им жизнь продлить. Начинайте диагностику ранних заболеваний. Или как они у вас там называются. Начинайте с этого. Не ждите пока нормативно-правовая база, протоколы заменим. А потом людей начнем лечить. Немедленно начинайте. Мы ввели уже обязательные сроки, минимальные сроки обследования. И введем в целом по онкологии. Дмитрий Леонидович, если я приеду в район, ты же меня знаешь, человек подвижный. Сел в вертолет, через час я в любой точке, как Качанова говорила, и возьму с собой косинца. И человек, он с комиссией. У меня же такие есть. Вот они за полдня раньше приедут. Посмотрели? Я прилетаю, они мне докладывают. Не дай Богу, не так. 1 января тебя начинаем опять просвечивать. И на всех твоих аппаратах. КТ, МРТ и рентгенаппаратах. Больше повторять не буду. И задач ставить не собираешь. Они все поставлены. Они все вскрыты. Начинай с себя. Мой тебе совет. Начинай с себя. Потом кто рядом, дальше, дальше. Надо по городу Минску. У тебя там светило какая. Зови их вдвоем. Садитесь и думайте, как двигаться дальше. Мэр Минска. Твоя задача. Это твоя, это твоя. Разделили. Действуйте. Но не забывайте, что у нас есть деревни. Что у нас есть районные центры. Небольшие города, где люди нас ждут, и мы им должны помочь. Короче, медицина получает огромные деньги. Но у нас чрезвычайно затратная медицина. И может стать неэффективной. Может стать. Пока если брать в целом от подготовки кадров, иностранцев, там, РНПЦ и прочая-прочая новизна, которую мы привносим в Беларусь, она есть. Но вот это может перевесить, и все, у нас медицины нет. Мы не должны успокаиваться на этом. Это главное. По всем направлениям даны мною поручения. И упаси Господь, там не будет чего-то сделано. Поэтому запомните, губернаторы, материальная база, это ваша. Все, методика вся и прочее. Да и вы же люди, закончившие школы, вузы и так далее. И вы знаете, что делать. Подключайтесь и начинайте работать. В противном случае, ребята, я никого не пожалею. Никого. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Какой там у меня? Аденовирус или что там было? Ну да, аденовирусный инфекция. Аденовирус, ничего. Кораник улыбается, лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то в Гродно поперты меня на площадь, обнимались с тобой там с этими девчонками, потом в Гомеле в Крупко. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Но я хочу, чтобы вы и наконец-то косинец поняли, что у нас тяжелейшая обстановка вокруг. Обратите внимание на главных врачей. Все делает руководитель. Есть руководитель, есть толк. Нет руководителя, толку нет. Не будет главного врача нормального, толку не будет. Вы пастухом не будете ходить по всей стране, и губернатор вам не поможет. Встрахнитесь. Мы просто забыли, что у нас есть эти системы социальные. Все по остаточному принципу. А ведь это главное. Это же для жизни людей главное. Не мне же вас в этом убеждать. Я с этим мириться не буду. Вот точка. Всем понятно, что делать. Этой группе комиссии. Наталья Ивановна, помогайте, если что надо, чтобы на меня сразу не грузили. Подключайтесь. Подключайте любых людей из высших должностных лиц. Мне докладывайте. Не давайте им успокоиться. Возьмитесь за это. Это здоровье человека. Это наше здоровье. Нет здоровья? Нет человека, нет работы. Нет страны. Поэтому это надо иметь в виду. Ну, если бы не могли. Ну, если бы не могли, с вас бы и спроса не было. Но мы же можем. Зажрались. Забюрократизировали все. Ходим. Вот этого я лечу. Вот министр возле президента потоптался. Все. Президент будет. Слушай, Дмитрий Иванович, ну ты же знаю, я не такой человек. Тебе положено меня сегодня лечить. Лечи. Завтра ты не сделаешь для людей. Я себе шкуру сниму. Ты же это знаешь. Я так и работаю. И не надо вокруг меня бегать. Само успокоения не будет. Мы создаем свою страну. Мы многое сделали. Давайте это дошлифуем, чтобы детям осталось. Дмитрий Иванович.